70 лет отделяют нас от того счастливого дня, когда немецко-фашистские захватчики покинули последний город бывшего Советского Союза. Трагические события Великой Отечественной войны остались позади. Настало не менее тяжелое время, время восстановления страны с нуля. Все это легло на плечи сегодняшних ветеранов, тех, кто на протяжении нескольких лет напряженных боевых действий с оружием в руках стоял на защите своей страны, а после с энтузиазмом возвращал родной край к мирной жизни. Для солдат Великой Отечественной прийти сегодня на торжественное возложение не просто традиция, это дань уважения друзьям-однополчанам, тем, кто не вернулся из боя. Мне, как сугубо военному человеку, со времен Великой Отечественной войны, очень радуюсь, что так вот в торжественной обстановке мы встречаем 70-летие освобождения города Бреста. Я, правда, не участвовал в освобождении Бреста, но знаю, как тут шли бои. Возложение цветов к Стелли на площади Свободы в торжественный и такой волнительный для каждого берестейца день уже давно стало традиционным действом. Представители городской и областной вертикали, руководители общественных объединений и организаций, инициативная молодежь. Всех объединил один из главных праздников для областного центра. Уже многое сделано для того, чтобы увековечить память погибшую в годы Великой Отечественной войны. Оказывается, посильная помощь тем солдатам войны, которая и сегодня в строю. Однако многое еще предстоит. И это миссия современной белорусской молодежи. Мы помогаем ветеранам, всегда заботимся о них. В каждой школе есть актив, который закреплен за ветеранами войны. Долг молодого поколения – быть настоящими продолжителями именно того подвига, который совершили ветераны. И мы гордимся ветеранами, потому что только благодаря им мы сейчас живем под мирным небом. Возложением цветов к вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» и минутой молчания участники действия по традиции почтили память защитников цитадели. Легендарный подвиг солдат укрепления остался героической историей в летописи Великой войны. Отдавая честь павшим и живым по площади церемониалов, торжественным маршем прошли нынешние защитники Отечества. Активное развитие экономики, правильный политический курс и мудрое руководство позволяют нашему государству и Брестской области в частности иметь сильный имидж и держать уверенный курс. Это помогает идти по верному пути, преодолевая преграды, на котором сегодняшним защитникам Родины придется брать в руки оружие только вне памятных мероприятий. Мы должны понимать, что вот за этими сотнями лет, если говорить о городе нашем, за 70 лет прошли поколения. Они из поколения в поколение, эти люди как раз творили истории, писали истории, создавая новые заводы, благоустраивая свои города, отстраивая города на ново после Великой Отечественной войны. Поэтому, когда мы празднули такие даты, то мы в первую очередь должны помнить и помним тех людей, которые жили на протяжении этого всего периода. И благодаря этому мы сегодня имеем то, что имеем. Сейчас наша страна, во-первых, она узнаваемая. Страна, которая социальные ориентиры свои не потеряла, а наоборот, развивает. Страна, которая имеет серьезную и хорошую экономику, эффективную экономику. Страна, которая создала свою продовольственную безопасность. Это очень важно. И самое главное, что у нас есть перспектива. Вот все те задачи, которые перед нами ставит президент, они как раз и направлены на то, чтобы у нас не было таких катаклизмов. И чтобы мы сильны были не только мощью военной, но и экономической мощью. Тогда люди всегда будут довольны.